Может быть они что-то очень хитрое нашифровали, ну знаешь, например Никс в миде против Девауэра, лансер соло на легкой и вот трипла какая-то. О, кстати, вот это интересно. Ну, не, ну, такое. Чего? Трипла, Дизраптор, Кунка, Морф? Это довольно прикольная трипла. Сильная, да. Ну, в общем, не знаю. Никс в миде против Девуэра, выжигать ману ему. Немножко, мне кажется, все равно себя... Не, Никс в миде против Девуэра очень крутой. Он максит карапас и на каждый этот... Ё-мо-мо-мо! Как его там астрал жмет карапас и все. Ты посмотри, какая короночка. Тут Клинкс, Миран и Леон, ну, не знаю, честно сказать, что-то как-то опять наши парни, в общем, пикс-пароли. Да, мне их надо подучить. А где они хорошо пикс сделали, по-моему, они... Они выиграли в салат, ну, вот прошлая игра. А что-то все остальное не прет. Это все эффект. Плохо ты их научил. Это все действует эффект. На них наложен эффект, все нормально. Они меня не слушают, это плохие. Ну, вот если бы Слу, ну, нет, ну, что ты, что Кудесу рассказывал, он, казалось, слушал... Ну, Пуджа он не пикнул, хорошо. Нет, он просто слушал фразу, когда ты сказал, вы как Уинкс, а дальше для него был белый шум. Ну, да, да, да. Так Статсман подсказал, у них Статсман есть, между прочим. У них есть Статсман. Против команды эффекта и комментировать эту игру для вас будут Андрей Дред Голубев и Дмитрий Лайтов Хевен Куприяно. Вам слава, господа. Спасибо большое, Виталий. Здравствуйте, дорогие друзья. Дмитрий, здравствуйте. Добро пожаловать в эту великолепную студию. И давайте посмотрим, наверное, на эту великолепную игру. Уже, кстати говоря, очень много экшена происходит. Тут различного рода телепорты. Это одно и другое команды. Интересно. Да, ну и как показывает практика для команд, самое главное в начале игры это поставить качественные ворды для того, чтобы палить все перемещения суппортов. Да, еще есть такой момент, что, возможно, вы не в курсе, но ребята нас, в принципе-то, слышат иногда. Поэтому, я думаю, чтобы соблюдать справедливость, мы основные какие-то моменты будем или же говорить шепотом совсем тихо, или же, может быть, просто намекать как-нибудь, но, конечно, кричать не получится. Ну вот, собственно, ТТР первый вард и забирает. Обращу внимание, что не успел нажать господин Леон Смок на базе. За счет этого, возможно, и обнаружен был вард. Нет, он прилетел на мид на Леоне и нажал Смок там уже, вместо того, чтобы нажать его на базе. Да, все может быть. Ну, давайте немножечко расскажем вам про команды, потому что здесь у нас собрались действительно достойные парни. С одной стороны, у нас команда FX, где молодая организация решила попробовать все сделать с нуля. И мы, грубо говоря, начали развивать пацанов для того, чтобы они показали какие-то результаты. Ну и, с другой стороны, очень неординарный коллектив, который в каждой игре берет пять новых героев, который постоянно удивляет нас своими решениями. Это команда Frost. Андрей, что вы про них можете сказать? Ну, я могу про них сказать, что они, конечно, удивляют, но не всегда это результативно, потому что иногда просто-напросто кажется, что пика не проиграли, и только за счет личного скилла и относительной неопытности их оппонентов до команды EF они выигрывали игры. С этим тоже достаточно тяжело поспорить. Ну, как показывает практика, в данном случае у нас идет противостояние скилла и против задумок и идей. И вот пока идея у нас говорит о том, что Фантом Лайнсер в миде. Андрей, давно ли вы видели этого персонажа здесь? Как вы вообще на него смотрите? В особенности против ОД в миде я его, наверное, не видел уже лет так пять, наверное, может быть больше. И то в каких-то моих, возможно, самых страшных кошмарах. Потому что я, честно говоря, не представляю, как этот герой сейчас будет стоять против World Devourer. Мне кажется, с трудом. Ну, для того, чтобы лучше трудиться, добивать хорошо крипов, а и срок придумал топорик. Не важно, как у тебя складываются дела на линии, не важно, что вообще происходит, ты его берешь и почти добиваешь всех крипов у любого героя. Андрей, это так? Да, есть такая штука, но с определенного момента будут проблемы у Фантом Лайнсера, когда ОД начнет просто по кулдауну его прятать, носить много демеджа. Фантом Лайнсер его никак не может задолжить, и чтобы добить крипа, ему нужно подойти. И когда это произойдет, Андрей, а и срок придумал второе решение, он придумал талон, с которым в любой момент можно уйти и фармить лес, и там будет плюс-минус что-то ты будешь получать. Вне зависимости от того, что у тебя происходит на линии. Звучит резонно. Андрей, вы же у нас опытный хардлайнер уже. Да, я бы вообще на мид на лантере не шел, я бы скорее всего сразу в лес бы с талоном. Потому что я опытный хардлайнер. Тут все просто, все просто, сходится, все. Ну, я могу рассказать замечательную историю на американских валах, где господин Eternal Envy проиграл серии Best of 5 не особо известному коллективу, руля которого был Мемес и его пацаны. Было это предъявительно так, что они играли, у них получалось плюс-минус все хорошо, но в решающий момент, когда реально все было плохо, вообще любой член команды Мемес брал топорик, уходил в лес и в итоге выиграл Envy, не пустив его вперед. Да, а мораль-то сей басни как бы какая? То, что вот здесь вот крепочки стоят, ждут своего героя, вот здесь вот, вот тут вот, и вот здесь тоже их в принципе много. Так что да, сейчас в доте, конечно, в лесу много можно найти интересного. Некоторые предпочитают на саппортах роумить, гангать, или же может просто взять тоже себе топорик, талончик, уйти в лес, в принципе. Почему нет? Потом присоединится, допустим, Phantom Lancer в случае, если Токунка идет в лес. Если ты эротики, то вы в принципе там можете всей командой зайти, его это не останавливал ни разу, они там втроем эти леса выфармивали. Ну да, между прочим, это возможно новая мета. Как насчет того, чтобы выфармивать весь лес каждую минуту, начиная с первой минуты, с нулевой? Нет, с 30 секунды, на нулевой просто нечего фармить. Ну, можно попробовать как вариант. Надо посмотреть. Вы считали, сколько крипов, Андрей, как член аналитики? Пока еще нет, но аналитический склад ума теперь мне не даст заснуть сегодня, пока я не решу этот вопрос. Так, значит, команда вроде готова, едем, ГЛХФ, ГЛХФ. Сейчас у нас небольшое затишье. Ребята там что-то думают, что же интерес такое могло произойти. Мы пока напомним ребятам, что все эти коллективы, они, можно сказать, молодые, и, грубо говоря, шли с нуля через открытые квалификации, где мог выступить каждый. Да, и вот они здесь, и вот они здесь, и вот и мы здесь. И вот и мы здесь. Так, ну, если еще так немножко проигру эту, то, значит, проанализировав ситуацию, скорее всего, достаточно простая ситуация будет у Вайда, он выйдет достаточно плотным. Проблема в том, что под хроносферу, хотя нет, есть под хроносферу стрела, Бонфлетчер, можно гангать, можно давить, Марфан. Ну, я думаю, с четырьмя хроносферами под хроносферу много чего можно залить. Андрей, давайте лучше поговорим с вами о турнирах. Как вы вообще относитесь к турнирам подобного рода? Прекрасно, прекрасно. Опыт очень-очень нравится. Да, вообще мы считаем то, что подобную серию турниров нужно запускать каждый месяц, чтобы все время были Мегафон, Кибербитвы и что-то еще, чтобы помимо всеми нашими любимыми командами мы наблюдали еще и за новичками, которые по-любому хотят заявить о себе. И кто его знает, может быть, в будущем больше молодых ребят будет рваться. Да, я полностью согласен, в принципе, и формат проведения турнира нравится. Вот, только позитивную эмоцию он оставляет, как и Мегафон. Кибербитвы. Да. Да. Так, что-то, какая-то проблема с непонятно чем, если честно, просто в чате происходит какой-то так называемый трэш-толк. Команды подросславились немного, дали волю своим пальцем, начали писать. Не относящиеся к игре вещи. Кстати говоря, это тоже очень интересная тема над размышлением. Профессиональные команды не позволяют себе во время паузы, во время чего угодно, писать что-либо в чат. То есть максимальная концентрация на игре. Здесь же мы видим, что ребята позволяют себе какие-то вольности. Что вы думаете по этому поводу, Дмитрий? Ну, я думаю, что пока эти ребята еще не в курсе того, что каждое их действие – это энергия, которую они расходуют прямо сейчас. И поэтому они ее необдуманно израсходуют, Андрей. Да. Все выглядит именно так. Например, корейские, когда-то корейские организаторы турниров по StarCraft 2, они это прекрасно поняли и просто решили сделать так, что если ты что-то напишешь или просто нажмешь паузу, тебе сразу дают техлуз. И ты на всю жизнь запоминаешь, что этого делать нельзя. Да, вот это красиво. Вот это вот действительно красиво. Это очень красиво. Были прекраснейшие времена, когда я как-то играл в паблик, нажал на кнопку F9, а мне написали «You cannot pause». Это было здорово, потому что… Это было самое замечательное время в вашей игре. Да, потому что вот без пауз эта игра бы просто преобразилась. Как минимум в пабликах, как минимум в пабликах, о наболевшем уже пошло. Ну, может быть, вы нам еще что-то расскажете о наболевшем, Андрей. Раз уж такие темы пошли. Это очень много эфирного. О, я тебе еще не рассказывал. Значит, на Блудсикере тренировался недавно. Хорошо. Тоже мнение хочу узнать. Как опытного лесника? Да, но это именно третья-четвертая позиция. Это не совсем такой или кэри, или совсем этот лесной товарищ. Андрей, любой лесник может… Так вот, суть в том, что он собирает себе арканы, не максит пассивку, которая его разгоняет. Максит блудрайт. Да. Вот, ауе. Соответственно, ходит, раскидывает везде эти сайленсы, отпушивает линии, гангает с руптурой, который маленький кулдаун. Ну, результат у меня, сразу скажу, не самый лучший. Не самый лучший. Но вот как идея сама, концепция. Хорошо, Андрей. Насколько? Вы мыслите в правильном направлении. Напомню то, что команда ЕГЭ у нас, по-моему, с Блудсикером выиграла, совсем недавно играя, нападая на сларков, которые ничего не могли сделать в руптуре. Не играл такой замечательный игрок, как Рид. Вы с ним очень похожи по своей мысли? Возможно, возможно. Так же, с точки зрения логики, все тоже правильно. Вы же не будете идти вперед, вы же не будете бить, вы же суппорт, Андрей. Ваше дело стоять сзади. Все верно? Можно попробовать. Можно попробовать. И какой герой может дать сайленс в ауе на 6 секунд с демеджем? Вы назовите хоть одного героя, Андрей? Конечно, 6. Там огромнейший ауе. Только, к сожалению, я проиграл в 6 игр подряд. Но я все это скидываю в основном на тиммейтов, потому что они не то чтобы плохие, они очень непонимающе относятся к таким вещам. Зашел человек и говорит, ребята, не надо острых чувств, я пришел потестить сюда. И, соответственно, просто-напросто нелестные высказывания в мой адрес. Андрей, все правильно. Я тоже когда-то пошел потестить брюмастера в лес, и вы не представляете, сколько я слышал сказанного в свой адрес после этого. Я вас понимаю, как никто другой. Да. Да. Ну, бывает и такое, конечно. Да, но вообще давайте тогда уж я немножечко расскажу про эффект. Так получилось, что... Кстати, да. Кстати, да, позвольте мне представить. Дмитрий также является, скажем так, работает на двух работах. Да. Вот. Так получилось, что на первой работе, ну, у нас уже две недели почти выходные. Вот я решил чем-то себя занять. И Дмитрий является действующим тренером команды ЕФ, команды Эффект. Да, очень приятно. Ну, вкратце я вам расскажу, как мы эту команду собирали, Андрей. В общем-то, ну, ни для кого не секрет, что ваш рейтинг – это ваша визитная карточка. Конечно. И желательно, чтобы когда вас будут искать в этой таблице, вы были. Но это не главное. Это всего лишь ваша визитная карточка. Значит, нашли мы троих игроков. Замечательный мидер, хороший оффлейнер и сногсшибательный кэри. Но оказалось то, что суппортов нет, Андрей. Их просто не было в этом рейтинге. Как правило, суппорты находятся намного ниже в этом рейтинге. Да. И мы пошли на самое дно. На 5 КРММ, где было очень много людей. Там мы нашли Женю Фервина, который, естественно, имел своего напарника Рому, с которым они уже плюс-минус хорошо играли. Ну и просто решили попробовать. Кто же знал, что они выиграют за первую неделю квалы на Игромир, квалы на Гигафон, квалы на T2CL. Да. Да, но и так получилось, что пришлось устроить буткемп. В общем-то, как-то все самое произошло, Андрей. Это отличное начало, я считаю. Начало – это хорошая история для молодых игроков, для молодых команд, что не нужно ждать, пока звезда с неба упадет. Можно взять свои руки, взять потрясающего мидера, взять хорошего оффлейнера, неплохого Керри и Фервина с другом. И в целом… Ну, последнее можно, конечно, немножко изменить, потому что все-таки он один всего на всем белом свете, поэтому тяжело будет найти. Ну, в общем-то, получилось так, что когда мы сидели и думали, вот кого нам взять, вот если взять опытного игрока, медийного, Андрей, вы наверняка с этим сталкивались. У вас был опыт в HellRiders, когда у вас уже вошли медийные ребятки, и они не хотели брать тот опыт, который вы им передаете, да? Было ведь такое? Ничего не понял сейчас. Хорошо. Вы опытный игрок, который наверняка хотели своим молодым людям что-то втолковать, какой-то опыт передать. Так. Но, как это происходит, многие люди не готовы. Или просто не хотят. Такое ведь было. Да, такое есть, такое происходит сплошь и рядом на самом деле. Постоянно. Особенно, особенно молодые ребята очень с трудом воспринимают какую-либо критику, какие-либо поучения, особенно от человека, у которого меньше ММР. Да. Да. И мы решили сделать хитрее. Мы забрались туда, где есть молодые люди, которые еще не сформировались. Они как молодые дети, которым еще нет трех лет, а до трех лет происходит самое важное с ребенком. Я просто словые клетки просто хотел начать уже. Ну, в общем, да. И мы решили вот именно в этом моменте на них влиять. И кто его знает, может быть, в будущем они вырастут именно теми игроками, которые подадут пример на всю аудиторию и будут прекрасно друг с другом взаимодействовать. Идеальными машинами. Боевыми машинами. Да, для Доты. Ну что ж, это уже на самом деле какая-то история агента 48, который просто играл в Доту. Но в таком случае нужно действительно еще штрих-коды набивать на затылке, как это было у товарища Хитмана. Хороший боец, между прочим, был Андрей. Ну, конечно. И свою задачу он делал, если что. То есть, Дмитрий, раз уж у нас уже как-то... Ну, ничего не происходит. Интервью уже пошло. То есть, возможно, в будущем будет какая-то школа, школа киберспорта, школа молодежи. Ну, я напомню вам, Андрей, что они уже есть. Нет, но имеется в виду именно конкретно школа имени Куприянова, например. Нет, я думаю, нет. Будет просто школа. Ну, звучит. Высшая школа имени Куприянова. Высшая школа киберспорта имени Д. Куприянова. Она уже есть, Андрей. И туда каждый может поступить, прошу заметить. Сколько стоит? Насколько я знаю, там есть бюджетные места, так что вы можете врываться прямо сейчас. Насколько я знаю, месье ФНГ, знаете ведь такого? Он уже туда поступил. Школу киберспорта. Для того, чтобы поднять свои профессиональные навыки. Он поступил на учение, на учебу? Да. Ну, эта информация не до конца проверена, возможно, он опровергнет. Но мои знакомые, которые организовали этот факультет, сказали, что он уже с ними. Мне почему-то кажется, что это маловероятно. Хотя я, конечно, не настолько хорошо знаю Артема. Может быть, действительно он решил, так сказать, немножечко впитать знания извне. Ну, я думаю, учитывая то, в какой он сейчас ситуации, ему, в принципе, у него есть свободное время, согласитесь. Он ведь может позволить себе куда-то еще сходить. Нет, ну, я просто думал, возможно, это связано с обучением. Может быть, он уже учит кого-то играть. Ну, вообще, по-моему, обучение, ну, никогда не поздно учиться, Андрей. Вообще? Нет, это, безусловно, правильно. Смотреть на других, от кого-то слушать какие-то идеи и так далее, и тому подобное. Учиться даже во время того, когда ты кого-то учишь чему-то, ты все равно можешь учиться сам. Ты сам узнаешь что-либо. Познаешь. Так что, в принципе, да, конечно, возможно, Артем прав. Вот, допустим, я, когда приходил на тренировки, я приходил к ребятам и говорил, ребята, есть замечательные герои, и вам нужно на них научиться играть. Вам нужно постараться. Вы можете свой херопул расширять. И если информация до них не дошла, то это, значит, я не так сказал. Значит, мне нужно в себе что-то поменять. Значит, мне нужно лучше на них влиять. С одной стороны это правда, но с другой все-таки нет. С другой стороны еще есть человеческий фактор ваших собеседников. Да. Возможно, в них тоже заключается какая-то часть этой ошибки. Это получается взаимообратный процесс или взаимо, как это, Андрей? Взаимо. Я не силен в этих словах. Взаимо и вот достаточно. Взаимный процесс. Я думаю, так все поняли, да. Хорошо. Да, ну и пока мы довольны. Да, пока мы высасываем из пальца дальше беседы про школы, киберспорты и так далее. Хотел бы напомнить, что у Morph'а в данный момент 4 крипа убита. Это очень важно, Андрей. Конечно, конечно. Чтобы мы уже, когда продолжится игра, мы начнем уже не совсем со старта. У нас будет уже какая-то база. Поэтому я хотел бы напомнить, что 4 крипа убита у Morph'линга. 3 у Miran'a, 2 убита, 2 звена у Outworld Devour'a, 2-1 у Phantom Lancer'a, 1-1 Клинкс. Остальные 5 героев имеют в своем мешочке золотом 0. Это прям похоже, Андрей, то, что игроки в футболе вышли на поле, но они там просто стоят. И еще ничего не успели сделать. И это надо комментировать. Вы представляете? Кстати, отличная аналогия. Потому что тяжело представить, что в каком-то спорте, раз уж мы порой позволяем себе, скажем так, сопоставить киберспорт со спортом, мы можем представить себе паузу. Опять же, мяч катнулся. Да. В футболе. Стоп, 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 стоп. Судьи выбежали, все стоп, 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 стоп. Что-то не работает, что-то не так, какой-то участок газона не перекошен, предположим, ямка там, кроты завелись. Что-то нужно делать, что-то нужно делать. Конечно, давайте ждать, давайте ждать. Вызовем мастера по работе, менеджера по работе с кротами, он все устранит, все неполадки и продолжит. Нет, конечно, такого не будет. А почему бы в доте такого тоже не сделать, что если что-то идет не так, то, ну что ж, не повезло, значит. Значит, просто не повезло, нужно готовиться лучше, тщательнее. Действительно, нужно больше жесткости. Ну, Андрей, для таких ситуаций вызвали нас с вами. Как я любил называть эту работу мастера пауз. Самое сложное. Менеджеры, менеджеры по работе с паузами. Мастера по работе с паузами. У нас каждого свои предпочтения. Ну да. Это величайшее искусство, комментировать, когда нечего комментировать. Квалификация, наверное, у вас побольше немного. Кстати, действительно, действительно, все-таки ты, наверное, мастер, а я в таком случае просто менеджер по работе с паузами. Я пока что на стажировке. Ну ничего, пока... Стоит отметить, что на карте стоят у каждой команды по 6 товаров в данный момент. Да. Все, в принципе... Фуловые. Да. Кстати говоря, я думаю, что вполне вероятно нас смотрят и люди, которые не имеют особого представления, что такое дота и так далее. Можно, в принципе, вкратце, наверное, рассказать о сути игры. Ну, видите, лишнего не будет. Значит, цель игры уничтожить вражеское строение, вражеское древнее строение. Вот. Соответственно, его защищают по 3 тавра на каждой линии, а также возле него 2 тавра. Вы не можете доковать это знание, пока не убили вышки, которые стоят перед ним, соответственно. Вот. На этом, в принципе, все. Я не буду дальше углубляться. И так все понятно. Кого заинтриговало, ребят, пожалуйста. Андрей, многие считали, что для успеха нужно просто убивать героев. Вот. Ну, когда они смотрели мувики с Денди и с остальными медийными личностями. Но, но это заблуждение. Конечно. Просто в мувиках редко показывают, как падает трон. И поэтому люди считают, что в один момент трон сдается. Да. И просто разрушается сам собой. Ну, проблема нынешних пабликов в том, что люди действительно думают, что главное это убивать. И трон сдается. Потому что, как правило, начинают ломать артефакты и так далее и тому подобное. Это вообще, опять же, вот эта вот наболевшая тема как-то цепляет это. Цепляет. Не могу я обойти стороной. Почему люди не хотят сражаться, бороться? В чем проблема? Может быть, это молодежь такая пошла? Или в чем? Может быть, нужна школа укрепления стержня? То есть, армия? Ну, нет. Это школа укрепления стержня? Другая школа какая-нибудь. Ну, Андрей, сейчас я вижу зарождение великой идеи. То есть, вы хотите сказать, нужно тренировать настоящих мужчин. Да, настоящих мужчин. Очень жаль, кстати, что чуть-чуть позже, когда продолжится игра, будет смерть великой идеи. Но так оно и происходит в моей голове обычно. Спасибо, было очень лестно. Да. Было очень лестно. Все. В общем-то, Андрей, видимо... Я вижу букву G. Мы останемся на стадии зарождения идеи. Нет, она уже умерла. Все, поехали, поехали, поехали. Дота продолжается. Интересно посмотреть на противостояние на медеев Антон-Ланцера против УД. Все-таки будем мельком поглядывать на это противостояние, соответственно. Ну, я добавлю то, что наверняка комбинация с УД в первую очередь планировалась для того, чтобы Мирана залетала на мид и кидала стрелы под астрал. Это довольно-таки мощная связка, если ты закидываешь свою стрелу на 5 секунд. Но пока мы видим то, что Мирана занята немножко другими вещами. Она занята и в миде ОД все еще выжидает, когда же она появится. Ну да, но эта комбинация в любом случае будет работать не только в начале, она на протяжении всей игры достаточно хороша, поэтому ничего страшного. Можно чуть позже, можно чуть раньше. Все равно вот это вот вечное ожидание Фантом-Ланцера, что может откуда угодно вылезти Мирана и скинуть стрелу, но немного заставляет его играть пассивнее на линии, неоптимально. Ну вот сейчас мы пока наблюдаем, что рано или поздно все это может произойти. Команда Фрост, она естественно... Вот, 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 да, идем. Хорошо. И прямое попадание. Браво, Рома. Ферст Блад от команды Эффектс. Или нет, ты подожди, смотри, выходит. Нет, ему еще очень повезло с расположением, с появлением героя, но в целом, конечно, здорово. Сейчас было сыграно от команды Ефт, очень зря пошел дальше. Ну, Миране нужно уходить, Мирану старается выжить, и Ланцер, скорее всего, не догонит всю жару на сапоги, зачем-то прячет ее ОД и продолжает дальше пинать Кудеса. Кудес подходит, нужно дать одну тычку, и Кудес его забирает. Браво. Ну, маленькая ошибка от ОД. Маленькая ошибка от Мираны, которая вызвала маленькую ошибку ОД. Я так бы это назвал, потому что, опять же, идти дальше, надеясь, убить Фантом Ланцера, у которого опять армора, и Пурман Шилдс просто с обычными тычками, это достаточно глупо. Ну, вот, волнение, понятно, понятно, ребята волнуются. Но, с другой стороны, реализованная комбинация была здорово, то есть даже Пак какой-нибудь не успел бы уйти в шифт от такой стрелы. Ну да, может показаться то, что Фантом Ланцер это вообще один из немногих героев, который подобной комбинации может противостоять, и пока вот он еще раз получает стрел в лицо, ОД продолжает его пинать. Может быть, потянется Миран, но находится очень-очень далеко, и Ланцер живет. Хорошо у Ланцера. Но в любом случае, очень сильно его продамаживают, у него будут проблемы с ластхитом, а если он не успеет разогнаться, то в игре у него будет не очень. Все хорошо. Ну, подходит у нас сюда Кудес. Кудес заправляет Ланая фласочкой. Снизу атака, и Карапаси зарабатывают, последнего выстрела не последовало. Уходит Нюкс. Да, на мид приходит Кунка и понимает то, что Ланцеру плюс-минус, но нужно помогать. Продолжает он как-то стараться принести боттл, может быть, его перезарядить, может быть, фласочкой Ланцера намазать. И в целом у Ланцера Андрея все довольно-таки нормально, учитывая то, как сильно его стараются убивать. Кстати, очень интересный момент. У Бон Флетчера достаточно плохой крипстат. Очень непонятная причина. Потому что, допустим, почти что в любой игре, где на легкой линии все хорошо, крипстаты у обоих керри-героев одинаковые. Тут же разница почти что в 10 крипов. Ну, в данный момент в 8. И это, на самом деле, показатель того, что, видимо, товарищ Маден волнуется. Очень волнуется. Да, очень. Ну и это еще, возможно, показатель того, что Нюксевича прогнать одним Ленчиком сложно. Все-таки, если здесь будет находиться Мирана, то он с большой вероятностью очень быстро умрет. А вот пока Мирана занята своими делами, он плюс-минус Бон Флетчеру мешает. Ну так, потихонечку. Обходит его Фервиан. Так, в это время Дезраптор у нас где-то погиб и делает быстрое ТП на базу. Мирана тут целится. Хочет попасть своей стрелой. Стрела летит. И карапайся от Нюкса, ему спасает жизнь. Нужно догонять. Нюксевич старается выжить. Очень много армора, но Бон Флетчера его преследует. И стрела идет. Хорошо прячется в крипах. Раз и... Браво. Тоже крипы добивают. Просто брала команда Фроз. Он просто выжил максимум из возможного. Да. Пятый левел Бон Флетчера до сих пор. Мне, конечно, кажется, из такой ситуации нужно пытаться что-то в ближайшем будущем планировать в команде ЕФ. Потому что Бон Флетчер это не тот герой, с которым ты уверен в своем лейтгейме. Ну, я бы сказал, что да. Вообще довольно-таки странно то, что они взяли Бон Флетчера против Морфинга, который в большинстве случаев покупает Манту. И против того же Лайнсера, как мы знаем, они не очень хорошо справляются с иллюзиями. Так что здесь очень много вопросов остается, допустим, у меня как тренеру к команде Эффектс. Поскольку, ну, очень странный выбор кэри в данной ситуации. Ребята так видят. Лайнсер старался забрать руну, но уда его обошел. Ну, это какой-то очень странный фейл. Можно попробовать, можно попробовать закинуть стрелу, но стрела мимо. И Лайнсер продолжает жить. Вот хотел бы я сказать кое-что, вот как бы вот Мира, но Дэ, честно говоря, эту связку нужно тренировать. Конечно. Причем долго тренировать, чтобы ты мог закинуть стрелу с любой ситуации. Поскольку с одной стороны может показаться, что ты с большой вероятностью попадешь всегда. Но когда у тебя волнение, когда у тебя агрессия и много чего происходит, то это сделать сложновато. Нет, конечно, особенно учитывая то, что разная дистанция всегда, это достаточно тяжело. И, кстати, вот просто так умирает здесь ОД, он по сути... А, нет, ну врагов он не видел здесь, конечно, но хорошо загангали. Вот такой вартишка стоит, и пока он как-то видит... Как-то он особо ничего не видит. Да. Да, учитывая то, насколько опасные герои у Фрост, учитывая то, как хорошо они могут гангать, все-таки это Кунка и Дизраптор. А у Кунки, напомним, очень большой рейндж Креста, 600-800, потом 1000, то на месте эффект стоило задуматься бы о том, чтобы поставить в мид-варде, чтобы спасать. Но в это время выход на Никса Ассасина, его хорошо начинают пробивать, Карапаси у них есть и в очередной раз выживает. Ну, пока это плеймейкер команды Фрост, он выживает максимум. Он делает много спейса, действительно, не позволяет Леону получить быстрый левел, свой шестой заветный. Ну, Нюкс это крайне сильный герой для оффлейна, конечно, спорить с этим никто не будет. Кстати, у него есть деньги уже на Айрон Талон, но не знаю, будет ли он его покупать. Возможно, нет, возможно, будет копить на Арканы. Ну, пока у него дела идут хорошо, можно и пободаться, можно и постражаться с врагом. Да, и в перспективе очень-очень хороший герой против ОД. Очень хороший. Нашли Фервина, Крест, Тариант, также подходит сюда Никс Ассасин. Бонфлетчер в это время фокусит Дизраптор и Дизраптор погиб. Размен 1-1 и хорошо задоджили агрессию эффект. Ну, это очевидно, размен в пользу ЕФ, конечно, потому что потрачен смог. Переехали ребята из Фрост на легкую линию, еще отдали Бонфлетчеру фраг. В общем, ничего хорошего из этого ганга не получили. Кудес находит Мирану, в очередной раз дает ей крест, и остальные ребята находятся очень далеко, поэтому нужно играть осторожно. Мирана думает, что лучше всего не рисковать, и ждет своего союзника, который вот-вот уже выдвигается и наблюдает за Никсевичем. Странное какое-то перемещение, Андрей, как вы думаете? Смотрите, Морф пришел в Харт. Я тоже не могу, не понимаю. Ну, вполне возможно, что он просто испугался 6-го левела Вайда, отсутствие Мираны на карте, возможно, и потенциальной возможности, в общем-то, Вайда, Мирана и Бонфлетчера убить его. Ну, как вариант. Или вариант номер 2, они чувствуют слабость суппортов эффект и собираются надавить прямо сейчас. Нападение на Морфану не так, цель. Это, мне кажется, ошибочное нападение. Поймали Бонфлетчера, и, скорее всего, это будет минус. Хотя много хп очень у него. Стики есть. Стики есть. Но пока он их не жмет, ждет момента, его все равно возвращает. Залетает Вайдец. Моден бьет Дизраптора, и Дизраптора он добивает. Отличная стрела, залетает Кудеса, и Кудеса также погибает. И один Морфлинг остается, и самое время ему уйти. 2 в 1. Боди идет дальше за ним, но, скорее всего, здесь его не заберут. Хотя, Андрей, вы посмотрите, кто приходит. Приходит ОТ, но у Морфа все равно будет мана. Хотя, если ультанет сейчас... А, нет, стоп, у него нет ультава первого хп. С руки забирают, браво. Браво команда эффект. Повезло тоже немного с Руной, то, что у него была в банке хоста. Ну, достаточно странный выбор от Фрост. Опять же, если Морф уехал с топа из-за того, что он боится, что есть Купол, зачем они нападают под вражеский тавр? В чем смысл тогда? Войт в любом случае делает ТП и потратит Купол уже на твою команду. Не только на Морфа, а на всю команду. Так и получилось. Я с вами полностью согласен, Андрей. Но теперь есть маленький плюсик. В виде того, что Купола нет, а у команды Фрост, как мы видим... А, да у них альтиметов-то особо нет, у них ни корабля, ни статик-шторма. Возможно, Морф хотел оставить Дизраптуру, как бы получить себе шестой, но... И было бы здорово, потому что к десятой минуте хорошо бы иметь на таких героях, как Дизраптор и Леон, шестой лево. Вот, допустим, со своей задачей Леон справился. Ну, теперь некоторые сложности у этих суппортов могут возникнуть, поскольку Бонн Флетчер, всеми нами любимые, прекрасно расправляются как с Дизраптором, так и с Кункевичем, если начнет их бить. Да. Тут нашел те временем кое-кто, кое-кого, а начинает его простить. Маны у Лансера нет, поэтому нужно срочно убегать, как-то мансить за елочкой, жмет реген. Ну, хотя бы сбил реген, в любом случае, немного замедлил, наверное, фарм все-таки. Фантом Лансера за малым, конечно, не убил, но... Но в любом случае Бонн Флетчер сейчас пользуется слабостью врага и продолжает терроризировать суппортов. Аккуратно забегает сверху, тут уже есть варты, врывается Леончик. Леона нет маны, нету маны на палец. А-а-а, но все равно убивает. Забирают Дезрактора, слушай, и суппорты команды Эффектс пока проделывают титаническую работу на пару с кэрри. Они просто не дают получать лв-ла. Да, пока что видно, что игра поставлена намного лучше у ЕФ. Более хаотично как-то действует команда Фрост. Больше как-то на личном скиле, что ли, игра у них поставлена. Ну вот в этот момент, Андрей, мы вспомним то, что вы говорили на тему того, что все хотят фарм. Все хотят убивать, все хотят делать рампажечку. И сейчас что-то подобное прослеживается у коллектива Фрост, потому что коры не оставляют уровня. Вот единственное сейчас похвально то, что Смиду ушел в Фантом Лансер и наконец-то начал занимать Леса. И в это время Дезрактор мечтает о левеле, но ОД его не подпускает и держится на хайграунде. Кунка нашел кое-кого. Это, конечно, попытка, но без шестого левела не получится убить. Очень много хп. И попытка есть, но... Хорошо, красиво. Стоп, 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 стоп. Что-то было не так, почему он не прыгнул? Стан. Старент. Стан не на неделю же все-таки работает. Ну, там два стана, Андрей. 2,8. 2,8. Почти три. В это время нападает на Дезрактор и его забирают. Кудес возвращает ОД, но ОД очень плотный, поэтому нужна поддержка. Стрела мимо. Мирана ждет момента. И эффект идут давить. Корабля нету. До корабля еще 30 секунд. И в это время можно как-то попробовать начать замес. Благо, чем начинать есть. Откидываются ребята издалека свои нюками. И пока нападать в лоб для эффектов очень и очень тяжело. Поэтому было бы здорово дальше продолжать делать партизанские вылазки. Для них-то у них есть все необходимое. С одной стороны, это Бонфлетчер под Инвизом. Как мы видим, он суппортов разбирает хорошо. А с другой стороны, это Мирана, которая со своей ультой еще ни разу не заходила. Если что. Да. Андрей так призадумался прям. Да, я немного призадумался насчет этого момента с Вайдом. Он не дает вам покоя, Андрей. Он не дает вам покоя. Я считаю, что он мог уходить. Ну что же, в это время Морфлинг, который по-прежнему стоит в харде, по-прежнему он терпит, мягко говоря, и продолжает впитывать на этой линии. И он просто покинул свою легкую. При том, что там стоит два варда, Андрей. Вы посмотрите, там стоит Центрия и Апсевич, и его там нет. Да, вот этого я тоже уже начинаю не понимать. В действительности. Плюс, учитывая то, что там какое-то время не было купола, какое-то время Войд был мертв. Вместо того, чтобы фрифармить линию и подфармливать еще два спауна, пытаются что-то уже делать. Это довольно-таки странно. Нашли Клинкса, начинают его фокусить. Отличный Рокаст и Модена моментально разобрали. Корабль в никуда. Но в любом случае баф висит. И в это время вся команда ждет своего союзника-инициатора. Союзник-инициатор находится на другом конце карты. Есть ТП, но он пока все еще не летит. И ребята решили перетерпеть. Ну, почему-то ребята несложно сейчас играют. Не могут решить, дефить не дефить. Хотя ответ очевиден. Не надо. Ну, нет уже Бонфлетчера. Так, повесили Вэллу в дискорд. Стретал залетает. Нюксай Никсевич моментально погиб. Хроносфера по своим героям от орбита. Какая же плохая хроносфера. И в итоге забирают Мэджиковой. Стараются дальше всех забить с руки. Но, как мы понимаем, без ОД это невозможно сделать. Истю команду Эффекс разбирает. Мирана борется до конца и фокусит Дизраптора. Но Дизраптор живет. Также ее поднимает на торон. Липа у нее все еще есть. Старается из последних сил Дизраптора добить. Ну, хоть какой-то размер. Ой, какие башки идут. Какие башки. Можно еще... Не, ну Кунку не убьет. Еще башка идет. Посмотри, орбит продолжает бить Кудеса. Прыгает дальше и выйдет Торрент. И может попробовать посопротивляться. Поскольку Клинкс появляется. У Клинкса КДТП. Но бежит он очень-очень быстро. И еще один баш от орбита по Кудесу. Вот это он даже. Кудеса, судя по всему. Обалдеть. Нет, он не удал тычку. Маны. Мана у Лайнсера закончилась. Бонфлетчер подошел. Тычку по Кудесу. Дальше преследует ГГУП Ланайо. Орбит его замедляет. Один стак есть. Но в любом случае ГГУП Ланайо живет. Эх. Все равно очень странное решение от ЕФ драться за Тавр. Когда нету мейн кэри, мейн дпсера. Им повезло, что Нюкс ошибся. Он совсем не ожидал то, что будет защищать. Сразу же умер, ничего не сделав. Хотя это довольно важный персонаж в драке. Вот. Но тем не менее. В общем, борьба. Борьба идет. Ну, вообще, Андрей, я бы сказал, что если бы Войт не поставил своего УД и еще одного своего героя в хроносферу, то, может быть, они даже этот файт бы выиграли. Как вы считаете? Нет, возможно, было бы все у них лучше. Но, опять же, может быть, может быть. Все-таки проблема в том, что Нюкс в действительности подставился и умер первый. Да. А Войт в действительности убил своего УД, поставив на него купол. Верно. Ну вот. Но в любом случае, изначально я просто говорю о количестве людей. Зачем драться 4 на 5? Это, мне кажется, не выгодно. Это правильно. 4 на 5 сложно побеждать. Ну и в этот момент команде Фрост нужно решить. Так, стрела. Ой, даже Инвист не усугубляет. Успела дать. И, кстати, по идее, может выжить здесь. Может спастись. Стараются уйти. Корабль Мирану-Мирану забрали. Ланая все еще живет на траволах. Очень быстро убегает. И пока Фрост выглядит чуть поуверенней. Чуть поуже. Ой, Кудес. Ой, Кудес. Красавчик. И еще Крест в Фантом Лансеру дал. А Фантом Лансер уже с траволишечками. У него все хорошо. Кудес отец. Кудес просто отец. Да. Нет, конечно, все очень хорошо сейчас у Фрост. Опять же, у них супер сильный лейт-гейм потенциал. У ЕФ такого, конечно же, нет. ОД это не лейт-герой. Да, так вот. Меня после прошлого замеса посетила мысль, что Фрост, возможно, стоит драться только тогда, когда у ЕФ будет хроносфера. И кто его знает? Может быть, еще разок прокнет? Вполне себе неплохо сработало в первый раз. Можно попробовать еще раз. Почему нет? Да, но ЕФ наверняка заинтересован в том, чтобы напасть первыми. И, как мы видим, первыми они нападают. Марфа нашли. Огромный бурст, и он даже не успел перекачиваться. И вот эта смерть наводит меня на мысль, что, возможно, у Марфу все-таки стоит некоторое количество силы перекачать. Точнее, некоторое количество ловкости перекачать в силу. Ну, не помешало бы, конечно. А то 600 хп, это на зубок, так сказать. Притом, учитывая то, что у него даже нет еще линки, он бегает с таким количеством хп, на самом деле это большая ошибка. Она, конечно, не критическая, но она большая достаточно. Так, критическая ошибка у нас на миде. В очередной раз забирают ОД, как мы знаем. ОД это герой, который любит Сноубоу. Этот герой, если набирает хороший фар вначале, то потом у него идет хорошо. Или же наоборот. Или же он может превратиться в мистера, а даю астрал и танкую до победного. Я бы вот просто хотел пожаловаться на такую вещь. Почему так происходит? Это же настолько очевидно. После успешного результативного ганга на кэре вражеском, понятное дело, что... Отойти. Да, враг понимает, что все сверху. Значит, можно что-то делать в других частях карты, но почему-то ОД умирает в середине, на речке прям. Он как стоял, так и остался. Это вот или несобранность, или просто непонимание каких-то моментов. Тут вот Кудес, Мария. Кудесы нашли, поставили Хрона и убили. Молодцы, что решили не рисковать. Все-таки корабль мог выиграть небольшое количество времени. И команда FX продолжает стараться реализовывать свои кулдауны. Ну и плюс-минус у них это получается. Как мы видим, Фервиан себе нафармил на кое-что. Естественно, о чем мы не будем говорить. Конечно, не будем говорить. У него это и никто не догадается. И в это время Никсевич проиграл дуэль к крипам в лесу. Вот это да. Вот это да. Да, не очень, конечно, приятно получилось, так сказать. Он сейчас повторил подвиг Рамзеса, у которого 9К. Он тот же вышел на лесных крипов. Я в этот момент вместе с ним играл. И он также от них погиб приблизительно в этом районе. Достаточно обидно, конечно, на 10-м уровне закидывать к крипам. Когда крип тебя переиграл. Вот так. Переиграл, переиграл. Так, ну и в это время, раз уж у Фрост пока не особо получается с давлением. Ну, понятно, что им нужно фармить. В это время Лансерс начинает спидпушить. Все-таки не зря он для этого тревела купил. И суппорты начинают вовсю спейсить. Ну, в данном случае, как мы видим, это Кункевич и Дизраптор. Пока они вышли. Вот видите, они здесь бегают и стараются кого-то найти. В целом, я так понимаю, ребята все поняли. И решили отойти, не рисковать. Внезапная драка вордов сейчас произошла на меде. Да, которую, ну, можем сказать, что ни одни, ни вторые не выиграли. Просто разбили одну сэндрю. Да. Никсевич ищет свою цель. Старается найти кого-то одного и Кунка тут пока кого-то возвращает. А в это время вырывается на ОД. ОД живет. Моментально успевает себя форстафнуть назад и также вырезает Никса минус два. Нужно бежать Лансеру и также нужно срочно валить Кунке, иначе им здесь конец. У Леончика есть блинк. Он вот-вот откатится. И успевает он догнать Кудеса. Станчик закидывает сверху. ОД сюда также подошел. Вся эта движуха выходит в инвизии. И Кудеса забрали. Далеко забежали, Андрей, согласитесь. Да, очень далеко. Но приятная ситуация. Не приятная ситуация, а приятный момент в этой игре, наверное, для Фроста. Даже после такой неудачной драки. Это то, что у них оба коры живы. И хотел бы еще обратить внимание на синергию Креста, Кунки и Фантом Лансера. Он просто таким образом может отпушивать все три линии при желании. Да. И очень быстро фармить. Но, опять же, с другой стороны, чем довольствоваться Марфу тогда в таком случае? Ну, пока не ясно. Пока мы видим Ланайо, которого в очередной раз ставит Войт Хроносферу на Мэджикала. Его вернули через Глимс. Но все равно он получает Стан и отъезжает. Слезо этим подходит Нюксевич, выбирает свою цель, выбирает ОД. И, может быть, получится его забрать. Но Фервен отличным Станом спасает своего союзника. Врывается Орбит. И Нюкса также забирает Браво Эффектс. В это время Морф идет до конца. Но очень мало артефактов. Очень тяжело ему вносить дэмэдж. Его также убили. И, по-моему, это конечное для Фрост, потому что дальше их Леон не отпускает. Бежит Бон Флетчер. Дизраптора выбрал. Дизраптора из Глимс. Главное теперь вернуть того, кто наносит наибольшее количество дэмэджа. Загрывает Мирану. И Мирану не может пройти. Но последняя тычка не долетает. Проходит мисс. И в итоге Дизраптора не отпускает. Его также убили. Минус пять. Молодцы. Да, пять в ноль. Пять в ноль. Очень неплохо сыграно. И как-то не просматриваю. Я не могу понять, что пытаются сделать Фрост. Что они пытаются сделать? Они принимают каждую драку. Учитывая то, что инициация, допустим, сейчас была слишком хороша. Но убили Фантом Лансера. Почему нельзя просто стараться сплитпушить? Ведь в данный момент Морфа, только если он ошибется, могут убить Фантом Лансера, конечно, в целом тоже. Ну, я бы сказал, в защиту Фантом Лансера он, конечно же, погиб. Но его команда могла отойти. Просто могла. И второе, я бы сказал, что на месте Фрост вообще, наверное, было бы здорово, что ли, БКБ нафармить, чтобы их так с магией не убивали. Все-таки Вейл, ОД, Леон, Мирана. Нужно, очевидно, выигрывать время, но они как-то не пытаются на этом заострять внимание свое. Да, может быть, им просто самим стоит нажать смоки и сделать вылазку, потому что они пока нападают по два, по три. Но этого недостаточно. Все-таки эффекции, как мы видим, не перемещаются по одному против Никса, а действуют как одно целое. Ну да, все грамотно. Один единый коллектив. По кулдауну купола принимаются какие-то действия. Леон нафармил даггер, реализовал его. Бон Флетчер бегает, регулярно дает информацию, также готов где-то кого-то убивать. Мирана. Ну, нет, все очень грамотно сейчас у ЕФ происходит. Ну и вот мы видим то, что Фрост решили сделать ход конем. Они покупают, вот мы видим, такую замечательную штуку, которую на морфе увидишь нечасто. Очень редко увидишь такую штуку на морфе. И велика вероятность то, что морфлинг теперь будет как-то стараться бегать только со своей командой. Вот сейчас нападает на ОД, но ОД очень плотный, но его все равно убили хорошо. Ну, колоссальный демэдж от Нюкса идет в ОД. И очень важный фраг. Очень важный фраг. Тысяча. Но, как мы видим, команда эффекции, она не стоит на месте и также делает ответный фраг на Фантом Лансере. Вот мне было бы даже интересно посмотреть этот момент. Конечно, ситуация немножко отличается от той, которая была в начале, но в любом случае твоя команда атакует. Как только они показались, все, моментально надо отходить от крипов и убегать откуда-либо. Тут вот Леона нашли, дает ему палец в лицо, и Леончик может еще отойти. В это время стараются забрать Вайда, летит корабль и его убивает. Отличный размен для Фрост. Все-таки хардлейнер на Дизраптора это отличный. Конечно, конечно. Не знаю, почему-то кроме ошибок ничего не замечаю. Вот опять же. Андрей, я же говорил, наша, ну по крайней мере, когда мы собирали команду, я же говорил, наша цель была найти молодых детей, которые учатся ходить, которые по-любому будут падать, по-любому будут ошибаться, но рано или поздно, Андрей, они будут боевыми машинами, которые просто что-нибудь жесткое это сделать. Все же не могу себя перебороть, вот эту вот черту, черту к самосовершенствованию. Вижу ошибки, вижу ошибки. Все, не могу ничего поделать. Вижу ошибку, нужно устранить. Ну, пока мы видим ошибку от Фантом Лансера, его снова забрали. Честно говоря, титанический объем работы выполняет Модена, Бонфлетчер, и, как мы видим, он просто перестал фармить и врубает Фантом Лансера. В целом, это, наверное, правильный расклад, поскольку в лейте, если мы возьмем Лансера в 6 слотов и Бонфлетчера, то как-то Лансер выглядит поярче. Конечно, он и поярче выглядит, чем ОД, он поярче выглядит, чем Войт, он поярче выглядит, в целом, чем все герои. Он вообще яркий герой, если вот у него хорошо идет с фармом, но пока мы видим яркость у нас в миде, на фервине, которому дают крест. ОД его спасает, и Кудес красава, то, что не поторопился с торрентом и кораблем, в итоге Леончика забрали. Браво, Кудес! И в это время, возможно, стоит отойти, все-таки ульты Зуизали, как вы говорили, Андрей, лучше не жальничать, лучше стениться в руке, чем журавль в небе. Конечно, конечно. Потихонечку подфармливается морфлинг к своему заветному артефакту, который, кстати говоря, тоже в целом неплохо может изменить ход игры. Войт выбрал достаточно сейвовый тимбилд, рассчитанный не на лейтгейм, рассчитанный на ранние окончания, но, с другой стороны, он себя огородил от проблемы быть убитым с шотганом морфлинга. Так, Кудес. Что-то вешает крест на себя, возвращает себя. Забавно. Так, и отошел. Ну, маны у них нету, есть небольшие кулдауны. Сейчас они ждут и пока никуда не уходят. Фрост занимает оборонительную позицию, они помнят то, что нападение может произойти с любой стороны. Поскольку инвиз Мираны, он не оставляет шансов. В это время Войт поставил в миде хроносферу. Морфик успел прыгнуть на релокейт. Успел прыгнуть на релокейт. На релокейт, да. И время для активных действий Фрост. Лайнсер сразу уходит вниз и начинает спидпушить эту линию. Ну и все, и желательно морфу приехать вверх. Отлично, пропушен вверх, пропушен мид, пропушен вниз. И в том же ключе продолжать. Ну вот у нас Лайнсер немножко поторопился с Доппельгангером. И очень много демоджей в него заходит. Он почти погиб, но ОД почему-то не продолжил. Видимо не поверил. И в очередной раз забирает Леона. Молодцы. Фрост пока начинает комбейчиться в этой игре. Ну круто сыграно сделал вид то, что... Стоп. Почему ОД перестал бить? Он просто побежал по прямой, Андрей. Нет, он остановился. В том-то и дело, что он остановился на секунду. Сделав вид, возможно, что это, мол, не настоящий. Но почему ОД перестал бить? Даже если он поверил бы в то, что это иллюзия. У него есть способность Аркейн Орба носить увеличенный урон по иллюзиям. Слава богу, Андрей, то, что Бонфлетчер не перестает бить и убивает людей. Нападают на Дизраптор, его отправили в таверну. Вслед за этим бегут за Кудесом. Кудесу нужно убегать. Натарент поднимает ОД. И Моден все равно его находит, забирает его с двух ударов. И Моден хорош. Как же хорош Моден в этой игре на Бонфлетчере. Браво. Браво, Игорь. Его зовут Игорь, Андрей. Очень приятно. Конечно, да. Учитывая даже его не самое хорошее начало, он отлично реализовывает этого героя. Так, кажется, артефакт вот к Войду подлетает. И это значит что? И это значит да, то, что. Как вам его выбор, Андрей? Что вы скажете про Аганим? Ну, вот в этой конкретной ситуации, в этой игре неплохой вариант, но при этом нужно заканчивать игру, идти в ближайшее время. Нужно реализовывать Аганим. Ну, я бы сказал, что Войд с Аганимом вообще такая скользкая штука. Очень скользкая. Как показывал Хизу, если ты сильный Войд, то ты просто можешь выиграть игру в любой момент, если поставишь Хиносферу в пятерых. Да, тут морфинга забирают и продолжают ребята из команды эффект сдавить морально на своих противников. Да, слышны крики сверху. Так вот, если ты хорошо ставишь Хиносферу, ну, а Орбит у него там выходил и хорошо, ну и наоборот, то, грубо говоря, вся игра в его руках. Вот мы видим, как он пробирается. Занял шикарную позицию и уже готов заходить, но такое дело то, что он не все видел, поэтому Фрост смогли отойти. Фрост на месте Фростов, по-моему, лучше не драться. Вот Кудес грамотно откидывается кораблем, старается его подцепить Мэджикл, но, как мы видим, Кудес ему этого сделать не дает. Вперед и забегает месье Бомфлетчер. Да, желательно, конечно, как-то еще пытаться крипскипать, чтобы не так яростно пушили, хотя это чревато последствиями, что есть Войт. Аегис есть, можно побить. Аегис есть. Уникс Ассасина появляется Аганим. Сейчас он будет вовсю своим анаберном ОД доставать. И, по-моему, эффект нужно вот как бы тут поактивнее, поактивнее, повеселее, потому что рано или поздно Никс этого ОД будет разваливать. Ой, спрятался. Сейчас будет стан, торрент. Ой, одновременно отдали. Красава. Ну, вообще, Кудес хорош. То есть он рассчитывает на то, что ОД будет использовать Астрал на себя сразу, и после этого все время дает торрент, грубо говоря, Майнгеймс, Андрей. Это прям талантливый игрок в Майнгеймс. Да, Кудес знает, что делает. Знает. Ну, надо в покер играть с таким талантом. Да, Андрей? Да. Вы же тоже когда-то играли в покер. Когда-то было, было дело. Ну, сравнить, если с Дотой, то покер достаточно скучная игра. Да, поэтому мы с вами выбрали этот путь и сделали абсолютно правильно. Так, тем временем, на месте Фрост лучше всего вышки не защищать, потому что очень легко ставить хроносферы, особенно когда вы видите вот эту площадку. Это контрится буквально одним вардом. Ну, и след за этим под Энвизом зайти так же легко. Если Фрост каким-то образом смогут стоять на Т3, каким-то образом продолжать своих героев отжирать, и кто его знает, может быть, в будущем они купят себе БКБ и другие полезные артефакты, то велика вероятность, что эта команда сможет совершить камбэк, потому что пока у эффект преимущества из базы они врага не выпускают никуда. Ваши мысли, Андрей? Анализ? Ну, не знаю. Я уже, честно говоря, ничего хорошего сказать не могу, поэтому предпочитаю просто молчать, потому что то, что я вижу, это несерьезно совсем. Стрела залетает в Ланай, и Ланай очень быстро забрали. В это время умер Леон, но это была достойная жертва. ОД прячется в Карапасе, но его очень быстро убивает ОД чистым уроном. И корабль залетает, но попадает в одного Орбита. У Орбита есть Таймволк, на него повесили крест, и замечательно его спасает Мэджикл. И, скорее всего, он уйдет. Да, он умудряется уйти. И развели на байбэк Фантом Лансера, и продолжает эффект захватывать преимущества, разводя на байбэке противника. Андрей, можно сказать, хорошие вещи. Наверное, кажется, что-то хорошее. Все меньше и меньше голды теперь у Фантом Лансера, хотя это герой, у которого должно было быть... Больше голды. Намного, намного. Больше, чем у него есть сейчас. Да, Андрей. Очень неслаженно играют Фрост. Но если ты хочешь позитива немного, то, в свою очередь, команда ЕФ играет достаточно неплохо, достаточно уверенно. Они играют по своему плану, и он получается у них. Получается поставить купол, убить кого-то, отойти спокойно, равномерно, выигрывать эту игру. И об этом нам тоже графики могут сказать. И я помню, когда мы общались, на тему того, что может быть убьем, а может быть не убьем. Я вот всегда выбираю такую позицию, что если вы кого-то убили, а там может быть байбэки, причем у каждого героя, то лучше всего не рисковать и отойти. Конечно, конечно. Преимущество уже получено по факту. Да, в следующий раз, когда вы убьете этого же героя, а у него байбэка нет, то вы в полной уверенности, может быть, быть в том, что вы подеретесь 5 на 4. И вот тогда ребята вряд ли смогут вам что-то сделать. Это хорошее количество. Нет, я полностью согласен. Многие, кстати, предпочитают более быструю игру и так далее и тому подобное. Но приводит это обычно к более долгим играм. Да, потому что все очень просто. Все настолько просто, что можно это в двух словах объяснить. Если мы делаем фраг и отходим, то по факту мы отходим с преимуществом. А если мы делаем фраг и продолжаем какие-то действия, то дальше, соответственно, 50 на 50. Это та самая умная дота, Андрей, в которую когда-то играли мы с вами. И вот видишь, эти ребятки уже демонстрируют уровень. Было, было дело, было дело. Я смотрю, Дмитрий, вы знаете, чему научить-то молодежь. Шпану, да, шпану. Да, да, да. Ну, молодцы, ребята, продолжают захватывать преимущества. И вопрос лишь том, у кого гем. Как мы видим, гем находится на Миране, и Мирана пока патрулирует территорию, сбивает вообще весь вижен противнику. Но у Фрост еще стоят некоторые ворды. Стояли некоторые ворды. Хороший, кстати, ворды стоял Кудес и его товарищ на Дизрапторе и Мершин. Но все эти ворды погибли. Мор зашел далеко, согласись. Ну, как бы, ты пропушил линию, ты опять выигрыши, ты опять уже сделал свою задачу, немножко вышечку побил. Все, отойди и будь победителем. Уйди красиво в нужный момент. Ну да, в принципе, на протяжении всей этой игры можно было уже заметить, что команда ЕФ передвигается подавляющим большинствами в пятером или рядом друг с другом. Командная дота, Андрей. Да, если видишь Мирану, которая ломает вард, то можно предположить, что рядом кто-то есть еще. Она не одна его ломает. И в это время мало того, что сломали вард, мало того, что сломали Дизраптора, еще сломали и Кудеса. Минус раз, минус два, минус три. И, Дмитрий, я бы сказал, что это не игра, это просто go next. Да, Андрей. Ну, вообще да. Ну, Андрей, я бы сказал то, что в целом, вот вы видите ошибки, но это же вот, я помню вас с огонь, Андрей, когда вы были оптимистом, когда вы видели в каждом действии плюс, даже если было тысячу минусов. Конечно, конечно. Когда мы 20 дней проигрывали, не выигрывая ни одно КВ на китайском лане, но даже в этот момент вы поддерживали нас. Вы все время говорили, ребята, ничего страшного, когда-то мы сможем. И то же самое касается этих ребят. То есть учиться, учиться и еще раз учиться. Нет, все верно, все верно. Ну, и кроме негатива, относительно EF, если идет речь, то тут на самом деле очень много позитивных моментов, хороших. Да, когда-то я помню замечательные истории на мейжере. Была такая чудесная команда, как Virtus.pro, которая бежала на фонтан, вот приблизительно в похожих ситуациях, когда было полное преимущество. И я помню то, что даже Виталий Вилачаев в этот момент понял, что нужно помочь нашей доте. Нужно написать гайд, как заходишь на хайграунд, и запостил его в себя в Твиттере. Конечно, с одной стороны, это выглядело смешно, но с другой стороны, это была горькая правда, потому что некоторые наши ребята действительно в этом нуждались. Ну, Виталий все-таки опытнейший, комментатор. Он как-то играл. Сколько он уже пересмотрел это. Сколько он верил. Сколько переиграл. Сколько эмоций, сколько нервов. И хочется, наконец-то, чтобы наши ребятки взошли. Конечно, конечно. На этом плане плюс то, что кто бы не выиграл, любые ребятки взойдут. И одни, и вторые будут нашими. Вот. Ну и, кстати, Андрей, вы видите, что они делают? Наконец-то, наконец-то командный мув, наконец-то движение. Да. В нужном направлении. Ой-ой-ой. Но их раскусили. ОД нажимает БКБ и продолжает бить. Замечательная хроносфера. Какой купол отличный. Просто на двух коров, и это ГГ. Да, это ГГ. Ну, с одной стороны, Фрос сделали отличную попытку. И, в общем-то, если бы не было настолько расфармленной ОД, то, возможно, бы его смогли забрать. Но, с другой стороны, они уже такие одеты. Они уже настолько жесткие, что, как бы они не начали свою драку, эффект нельзя было. Все, чтобы не пытались.